И в этой книжке собраны выбор совершенно случайный. В ней выбраны те памятники, с которыми были проблемы, которые меня наиболее интересовали на протяжении нескольких лет. Я, конечно, не могу пересказать всю книгу, потому что она охватывает всю историю архитектуры и строительства, но очень избранных субъективно отрывков. Мне кажется, то, что субъективно, это даже более интересно, чем если бы просто писать такую формальную историю. Я думаю, чем вас развлечь. Я все-таки решил показать то, что в то время, когда это появилось, все-таки было сравнительно новым. И в этой книжке было для меня наиболее важно. Мне почему-то в один прекрасный, ну это уже было очень давно, как-то стало очень обидно, что в истории русской архитектуры, в отличие от фактически всех других европейских архитектур, как бы не присутствовал Ренессанс. Во всех, в Венгрии, в Хольше, Чехии, естественно, Германии, Франции, Англии, Хорватии, у каждого был свой Ренессанс в 15-16 столетях. А у нас была, как вы помните, на учебниках архитектуры централизованного государства или московского царства или еще что-то такое. И я вот в одной и даже в целой серии главок этой книги попытался показать то, что все-таки было на самом деле. Это вы видите Москву из гравюры с книги Герберштейна. Как представляли себе Москву в Европе, пожалуйста, 16-го века. Это более-менее подлинный план Кремля, где фиксируется то, как это на самом деле было расположено, хотя здесь уже и нет деревянных построек. И это план уже 17-го века. Но все-таки даже Китай больше говорит о том, каким был образ города, пожалуйста. на картинах того же Васнецова, Елену Паряшку, летописи, первое, что появилось, это были, собственно, новые стены, пожалуйста. И эти стены, которые мы все знаем, напоминают стены городов Северной Италии. Это вот Альяна, пожалуйста, не перестраивавшиеся стены. А у нас это самая большая ломбардская крепость в мире. Самая большая крепость построена ломбардским инженерами по их образцам. И возглавлял их, как, может быть, вы помните, Пьетро Антонио Соляри. И вот уже, наверное, лет 25 назад я читал об этом лекцию в центре исследования Ренессанса в Туре во Франции. Все прослушали с каким-то подозрением вот к этим людям, таким как Соляри или Аристотель Фиараванти, построитель Успенского собора. И, ну, прошлое шли. Пожали плечами и ушли. Директор этого центра, профессор Жангий Йом, подошел ко мне. Он всегда меня смешил, потому что был безумно похож на портреты Суворова. Вот просто, совершенно просто. Одно лицо. И такие же быстрые. Поход как у нас в фильмах. Вот, похлопал меня по плечу и сказал, ну, вы знаете, ну, я согласен. Ну, да, были у вас ренессансные итальянцы. Были. Но, знаете, они все были авантюристы. И от этого я обиделся еще больше. Ну, как же, Сьетро Антонио Солярий, Солярий, как надо говорить, Солярий. Представитель такой замечательной фамилии. Его двоюродный брат Андреа Соляриев был ближайшим человеком. И вообще, да более, чем ближайшим. Леонардо да Винчи. Если вы помните, вот, вот деятельность Пьетро Антонио Солярия в Милане. Если вы помните церковь Санта-Мария-де-Ля-Крация за Тайной Вече. Вот, сначала строили, перестраивали трапезную тайной, украшая ее фресками, в том числе и Тайной Вечерей. Подружение Тайной Вечерей. А потом строили Нев, перестраивали этой церкви. Это делал Генефорте Солярий и его сын Пьетро Антонио. Потом там какой-то подошел разрыв с заказчиками. Пьетро Антонио, да, Генефорте умер. Пьетро Антонио страшно обиделся на заказчиков. Он уехал, его пригласили в Москву, он уехал и на его место, заканчивая церковь, перешел Ганат Абраман. То есть, смотрите себе, вот тот человек, который в основном построил стены московского Кремля, работал до этого в монастыре, где перед ним расписывал фрески Леонардо да Винчи, а после него завершал совершенно фантастический ход Доната Браманта. И они потом заговорили, что это авантюристы, те, которые приезжали в Куле. В общем, я был очень против этого. И, пожалуйста, все-таки считаю кремом, реконструкцией Леонардо. Пожалуйста. Плохо видно? Может выключить? Да. Может выключить, да? Потому что сейчас тут будет две картины, которые вообще-то больше всего мне хотелось показать. Итак, что сделал Виталий Ильянс? Выдается вот самую большую в Европе или в мире ломбардскую крепость. Это из книги «Венчание на царство царя Михаила Романова». Видите, гранавитую палату и дворец за ней. Ну, что это было за дворец? Пожалуйста. Ну, гранавитую палату мы, так сказать, все знаем. Она без конца перестраивалась. Она была совсем не такая, как сегодня. Это в основном реставрация XIX века. Пожалуйста. Вот реставрационные чертежи. Пожалуйста. Ну, плохо видно. Пожалуйста. так. А вот картина Федора Алексеева. Это другой фасад дворца, который показывает действительно его часть сохранявшихся еще в конце XVIII века фрагментов рубежа XV и XVI. И посмотрите вот на эти колоннады, на фриз. Часть фриза видна со стороны Успенского собора. Пожалуйста. Вот еще одна картина того же времени, которая снова показывает фрагменты Венецианского дворца. Вот там вот внизу видите аркаду и колоннаду. Фрагмент колоннады видите? Слева под тюремным дворцом. Это то, что было в центре, то, что было окружено этими ломбарскими стенами. Это огромная ренессансная палатка, которую построил Луиджи де Каркану, тоже из династии Саляви. Документы об этом сохранились в Кракове, потому что он был один из двух итальянцев, которые сумели уехать из России. Вообще-то итальянских мастеров, по замечательному исследованию Сергея Сергеевича Подъепольского, словарей итальянских мастеров в России 15-16 века, упоминается более 80 имен. Но из этих 80 имен мы знаем точно, что только двое сумели вернуться на родину. В воспоминаниях одного из венецианских послов приводится его разговор, правда не с Иваном III, а с Иваном Грозным, но тем не менее ситуация была та же. И медицинский посол спрашивает Ивана Грозного, ваше величество, скажите, почему вы никогда не отпускаете итальянских мастеров обратно на родину, и ваши предки никогда не отпускали. Иван Гроз был человек, соответственно, прямой, искренний, и он прямо им ответил, потому что они ко мне никогда не вернулись и, конечно, осталось то, что очень и очень мало сохранилось. Но вот в XVIII веке мы еще видели остатки этого грандиозного великокняжевского дворца в духе итальянского палаца. Успенский собор – это человек, как в действительном антирористическом, с одной стороны, великий человек, с другой стороны, последние находки активные, говорят о нем как о человеке очень смелом, мягко выражаясь с очень сложной судьбой. Это, ну, четыре успенских собора, от Ивана Калиты до потом Самый Черный, потом XIV век, потом вот пунктиром рухнувший собор псковских мастеров Кривцова и Мышкина, и, наконец, вот этой прямыми линиями собор, возведенный Аристотелем Феораванти, городским архитектором или инженером Болонии. Он был, естественно, из клана инженеров, его отец, его дед были городскими инженерами Болонии. Болония не случайно здесь фигурирована, потому что Аристотель Феораванти появляется после женитьбы Ивана III на Софии Палеолог, а в этой женитьбе большую роль сыграл кардинал Виссарион, он же митрополит Никей, убежавший от турок в Италию, один из главных действующих лиц Феоравантийского собора и унии между православной и ботовической церкви. Он был легатом Болонии. И тот же Аристотель Феораванти делал его дворец в Болонии и отделывал там помещение. Поэтому появление здесь Аристотель Феоравантий не случайно. Но вообще не случайно, потому что в истории русской архитектуры всегда искали именно тех, кто был нужен. А Аристотель Феоравантий, что произошло? Аристотель Феоравантий строит самый большой храм в России для Ивана III, соответствующий размерам государства и статусу восприятия себя великим князем. И это происходит сразу после того, как Русская православная церковь приобрела самостоятельность, то есть автокефалию от Константинопада, который заодно и пал в 1453 году. В 1448, за 5 лет до этого, мы приобрели церковную самостоятельность. Аристотель Феоравантий был действительно чрезвычайно известным специалистом. Он работал в Парме, в Падуе, в Неаполе, в Риме, в Милане, естественно, в своей родной Болонии, в Венеции. Об этом много было написано в разных русскоязычных, особенно в специальном выпуске журнала «Арты Ломбарды» 1976 года. Вот буквально вся Италия покрыта сооружением, в которых принимал участие Аристотель Феоравантий. Почему Аристотель Феоравантий принимал участие? Потому что он их в основном не строил, а восстанавливал или выпрямлял башни, которые наклонялись, чинил падавшие ворота или купола. Он был знаменитым восстановителем упавших сооружений. А здесь произошло именно это. Успенский собор Кривцова и Мышкина упал. И, наверное, Иван III еще надеялся, что можно тратить меньше денег и его возвести. И пригласил лучшего в Европе специалиста. Его, кстати, приглашали в Буду с той же целью. И султан пытался заполучить его в Константинополь. Но туда Аристотель каким-то соображением не поехал. Я не буду рассказывать о особенных Успенского собора. Хочу сказать только одно. Что это очень трудное для понимания сооружение при всей своей простоте. И вот об этом и есть специальная статейка в этой книге. Дело в том, что здесь соединились две вещи. С одной стороны, особенности заказа. Они очень четко сформулированы. Не Иваном III, который не был настолько письменным человеком, а его воспитателем, митрополитом Ионой, организированным впоследствии. Митрополит Иона в послании к литовским епископам писал, что русское благочестие есть прежнее греческое, богоустановленное благочестие. Прежнее – это явный отсыл к ретроспекции, то есть отсыл к прежнему, бывшему, древнему идеалу. Ну, греческое, понятно, что это византийское. Богоустановленное – это значит идеальное, если установлено Богом. И подумали, что это благочестие воссияло на Белой Руси, как звезды и так далее. Ну, в общем, такое замечательное послание. Но главное – вот эта фраза. И Аристотий и Феоромантий попросили построить церковь прежнего, ну, византийского ему, греческого благочестия, то есть его облика и идеального. Но под этим благочестием при дворе Иоанна Третьего принимали древнерусские постройки, думая, что их возглядели византийцы. Хотя на самом деле это тоже делали, скажем, ломбардцы. И Аристотий и Феоромантий сразу построил Владимир. И что он говорит? Ветописец записывает. Он смотрит в церковь Патрононерли и говорит, неких наших мастеров дел. И действительно, если сравнить, предположим, резьбу, вот, связанную с одним Давидом Патрононерли, или такой же лезьбу над главным входом собора в Модене, или лезьбу Юрия Польского и собора в Полии святого Михаила, который венчался на царство как король Италии Фридриха Барборосса, это очень близкие. Но поразительно то, что ренессансный мастер, мастер, который дружил с крупнейшими теоретиками ренессанса в книге Филарета об архитектуре, страниц 20 посвящено тому, как они с Аристотием и Феоромантием гуляли по берегу ручья, собирая салат, как они потом вот там промывали, резали, мухели, и великие, так сказать, Филареты, которые, к счастью, есть на русском языке, он сравнивал Аристотия и Феоромантия по значению с Донателло. Итак, Аристотий и Феоромантий понял, что от него хотят. Но в том, что от него хотят, он узнал знакомое себе. Надо сказать, что он понял это раньше, и узнал это раньше, чем приехал в Руси. Есть подробное описание посольства, которое его привезло Семену Толбузину. И там написано, что именно Феоромантий настоял, чтобы послы заехали в Венецию. И там написано то, что звучит как явная глупость, что он привез туда показать церковь Святого Марка, которую построил. Конечно, это просто ошибка летописца. На самом деле он хотел показать посольству, что он понимает, что его нанимают на то, он у Святого Марка наиболее близок к Венецианским соборам, то, что он мог увидеть в Италии. И он просто показал им, что вот, он видит это прежнее греческое благочестие, как оно могло бы выглядеть. И важно еще то, что тот же Филаретто и другие итилетические архитекты ввели термин «Маньера Грека». И это был совершенно понятный термин «Маньера Грека». И вот представление о «Маньера Грека», ее интерпретации неких наших мастеров, мастерами, то есть какими-то итальянскими мастерами во Владимире, узнал и понял Аристотель Ферраванти, когда начал строить Успенский собор. И здесь соединилось два представления об идеальном храме прежнего греческого, об установленном благочестии. Представление Ренессанса в архитектуре Италии и представление русских иерархов. Я не слишком долго это. О этой архитектуре. Самый историк Ферраванти был совершенно фантастической личностью. Вот он действительно был авантюрист. Это, к сожалению, выясняется в последнее время. Потому что никак не удается выяснить, кто на кого писал доносы в Италии. Он очень был связан с инквизицией. И в архиве инквизиции как раз очень хорошо хранятся до сих пор. Профессор Гинсбург посвятил этому много книг. И в этих архивах инквизиции совершенно невозможно пока не удается понять. Болонское, так сказать, отделение инквизиции. То ли архитектуре Романти писал доносы на фальшимонетчиков, то ли фальшимонетчики писали доносы на него. То есть какие-то люди, что он сам фальшимонетчик. И эта история преследовала... Она, начавшись в Болонии, так преследовала его всю жизнь. И он уехал, это известно по римским архивам, что он уехал, в общем, с этим же обвинением. То есть человек был непростой, действительно имевший отношение и к секретным службам патологической церкви. И, но в то же время, крупнейший инженер Италии конца, пожалуйста, конца 15 века. Ну, тут уж не буду ничего комментировать, пожалуйста. Пожалуйста. Дмитрий Олегович, позвольте слово говорить. Перелить вас на минуточку. Простите, ради Бога, у меня сейчас занятия, поэтому я вынужден поговорить со своими студентами. Ну, я рад, что так немножечко вас прослушал. А главное, дорогие коллеги, дорогие энтузиасты, которые, может быть, и Дмитрий Олегович и меня в первый раз в жизни видят. Я хочу вам рассказать короткую историю. У него был молодой архитектуровец, у которого все было, и тема очень респектабельная, про английско-русские связи, об эпоху пейзажного парка строительства и возможность издать книгу про Чарльза Кэмерона по многих языках даже. Не кафедра истории и теории архитектуры, я правильно говорю. Было все. Потом выяснилось, что если архитектурный институт не спасать, то от него очень скоро ничего не останется. И молодой относительный архитектуровец пожертвовал собой и до сих пор его спасает. Насколько я понимаю, и от населения, и от закрытия, и от переформатирования, и от слияний с чем-то там типа… Как сделать Новопутемас, что ли, да? Нет, или есть Новопутемас. Нас со строителями и ни с кем только нас не сливают. А если учесть прошлое, чудовищное прошлое и историю с закрытием Академии архитектуры СССР, которая в одночасье после пленума 1957 года и истории с устранением архитектурных излишек уничтожили, от него сейчас осталась библиотечка на Дмитровском шоссе, да, в институте высотного строительства лежит и всё, то всё это могло кончиться в любой момент и очень-очень плохо. Так я и понимал, что Дмитрий Олегович Швидковский, я про него рассказывал, пожертвовал собой и всё. Но сегодняшняя встреча, переиздание книги и всё остальное показывает, что, ну, какую-то возможность мы общаться с Дмитрием Олеговичем по профессиональной линии имеем и людей будем иметь. Спасибо. 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 Ну, вот, я ещё вам не надоел. Ещё немножко можно даже сказать? Спасибо большое, вот, раз. Вот, мы действительно очень давно, там, с мужем, Главное, что я хотел сказать, это то, что история русской архитектуры нуждается в другом структурировании, в другой периодизации. И главное, что в этой архитектуре по существу вот те волны стилистические, которые так или иначе нас достигали из Европы, они все же определяли характер нашей архитектуры. И самое главное, как можно определить архитектуру Европы? Это архитектура, где было Возрождение и где была Готика. Готику нам заменила татарская, монгольская, так сказать, стоит скорректно сказать, нашествие Ренессанс мы все-таки успели, смогли воспринять. И Ренессанс очень разный. Мы видели стены ломбардские, дворец, построенный великим инженером из Болонии. Это маленький городок Монтаньяно под Венецией. Обратите внимание на эти раковины, вы, наверное, их помните в Кремле. Собой, пожалуйста, Михаил Арканков. Венецианская архитектура конца 15 века, Марио Кадуси, Петло Ломбарди, пожалуйста, и другие архитекторы, Санта-Мария де Эмиракари. Ну и другие, пожалуйста... И Архангельский собор. Вот самый лучший исследователь этого времени, который у нас до сих пор был, к сожалению, умер, профессор нашего института Сергей Сергеевич Подъепольский. Он замечательно писал, что он вот, изучая всю жизнь работы итальянских мастеров в России, и он не может найти какие-то детали в Архангельском соборе, которые бы нельзя было найти также в церквях Венеции конца 15 века. То есть, понимаете, мы интегрируем разные типы Ренессанса. Венецианский, Болонский, пожалуйста, Ломбардский, вот эти вот Венецианские. Ну и в Агмане очень много, где, конечно, встречаются, но особенно важны венецианские раковины. И этот ордер, это тот же ордер, что в Фондационе Тедеске, недалеко от Мастаря, это в Венеции, пожалуйста. Капители, этих капителей, знаете, их так много внутри кладки дворца, Большого Кремлевского дворца 19 века Тона, потому что вот то грандиозное палаццо, о котором я говорил, оно на самом деле было встроено Тоном внутрь этого дворца. И, к сожалению, в очень неудачных местах, которые мы, ну, которых никому не показывают. Вот когда была реставрация, можно было увидеть. Видите, эти вот капители, замковые камни и какие-то еще чисто ренециансные детали. Но они сейчас в основном видны только на президентской кухне и в каких-то кладовках. И поэтому, ну, туда никак не пускай. На президентскую кухню, конечно, не попадешь. Это можно было только, когда все было разобрано. Пожалуйста, снимать тоже не разрешаю. И вот когда, вы знаете, европейские специалисты по ренессансу, самые крупные, Джан Гий Йом, директор Центра Высших Следований Ренессанса в Туре, Жан-Марин Перус де Монкло, крупнейший тоже создатель генерального инвентаря памятника Франции, Ховард Бернс, президент Центра Андреа Палладио в Веченце, Лионелла Пуппи. Видя эти капители в Москве, они, конечно, не часто бывали в Москве, это они уже в основном после перестройки все увидели. Они долгое время отказывались верить, что это подлинный XVI век. И мне приходилось на Соборной площади с ними спорить. Они приезжали в наш институт, и, конечно, им хотелось увидеть, вот, прежде всего, эти, пожалуйста, работы. И не знаю уж, удавалось ли им их уговорить, или они оставались при своем мнении, но, во всяком случае, мы пытаемся. Смотрите, это... Санта-Мария де Миракле вы видели эти круглые окна, только что из Венеции. Так что... Да, пожалуйста, да. Но мы всегда сохраняли эту формулу прежнего греческого полуустановленного благочестия. Всегда это была форма византийского храма в плане, в понитургическом пространстве. Она всегда оставалась, и, надеюсь, останется. Но костерлистическое решение в осадах, в украшении, оно отвечало главному явлению в истории архитектурного протяжения, пожалуйста, многих веков. Тут, наверное, как мог, видно, что это внутри Архангельского собора это гигантские колонны, пожалуйста, внутренность Благовещенского собора, остатки вкладки пухи Ивана Калиты, пожалуйста, реконструкция его на время Ивана Калиты, пожалуйста. Это резьба с полоти-сан-Марко, пожалуйста, в Венеции и резьба Благовещенского собора, сделанная уже итальянцами, когда он перестраивался в начале, пожалуйста, 16-го века. Самая поразительная история связана с Иваном Великим. В летописи написано, что он построен в Бонфрязене. Ну, Фрязен, понятно, это итальянец. И в результате, в общем, каких-то расследований, конечно, фамилия этого итальянца была Бонни. И удалось найти в итальянской Швейцарии семью Бонни именно ту, которая до сих пор занимается архитектурой и занималась и до, до Ивана Великого. В 14-м веке в Вероне сохранились их постройки. И вот этот грандиозный, так сказать, по длительности. План есть премия Бонни, кстати, в архитектурной школе в Мендризе в итальянской Швейцарии. Кто знает, Мария Аборта. Так что огромное число проблем, памятников. Я не мог это все влестить только в эту книгу. Но рассказать, что такие вопросы, пожалуйста, есть, я все-таки решился. И, конечно, самое замечательное, что было в русском ренессансе, это церковь Вознесения в Коломенске. Ну, вы, конечно, знаете, что в летописиах написано, что посол Петрок малой. Это был один из тех двух итальянцев. Первый был Луиджи Докаркана, который бежал в Польшу и там в Кракове умер, оставил завещание. По этому завещанию мы знаем, что он строил этот большой дворец. А второй убежавший был тот, кто построил Коломенск, церковь в Коломенском. Вот Петрок малой наших летописей, он, его послали строить крепость Себеж, а тогда вообще началось междоусобие. Умер Василий Третий, его вторая жена Елена Глинская близилась с князем Аболенским, Аболенским Овчиной, извините, Овчиной Аболенским. Началось междоусобица Аболенский, Шуйский, Бельский. Государство практически перестало существовать и контроль над иностранцами тоже сильно упал и уже возведя этот шедевр Петрок малой бежит из Себежа в Юрьев, то есть в Тарту. И русские страшно расстроились. Тут же был послан гонец к Тартускому епископу с тем, что с глупейшими обвинениями, что он украл какие-то деньги, чтобы его немедленно вернули. Но епископ был тоже не выкомшит, что называется. Он сказал, что это такая крупная сумма, которую вы говорите, что я могу это я не могу решить эту проблему. Это такой ужасный преступник. Мы отправили его к королю. И отправили его в Стокгольм, где в архиве был суд действительно и где этот итальянец описал свою жизнь. В Москве документы этого суда, но они довольно искупые как юридические имена, но в то же время стало понятно его имя и звали его Пьетро Аниболи. Но он не сказал, откуда он, из какого города. Почему то ли его не спрашивали, то ли но вы знаете, как-то не странно, в каждом итальянском иностранском городе, в большинстве, по-разному писали даты. И вот так, как писал Пьетро Аниболи писали только в Пизе. И ясно, что его полное имя Пьетро Аниболи де Пиза, и он создатель этого храма. Но он ли его создал, или Василий Третий, или придворные последнего византийского императора, бежавшие из Константинополя, особенно из Мистеры, или из столицы Морейского княжества, которая держалась дольше Константинополя, на западном Пелопонессе, или из арты, где импирское царство сумело продержаться до турок, то есть не до турок, до задолго, в течение турецкого, чуть не до XVIII столетия. Двор Василия Третьего был очень интернациональным. Там был великий астролог немецкий, и врач Николас Булев, опубликовавший новый календарь в Нюрнберге, до того приехал в Россию. Там, как Вы знаете, был Максим Грек и Волк Круп, величайший одно из последних крупнейших византийских мыслителей. Там были такие архитекторы, как они были, потому что рядовой архитектор такую церковь не построят. Там были, конечно, поляки, Глинские, учились в Польше, потом в Италии. отец и дядя царицы и Елены Масей Ивана Грозного. Самый Грозный был на на половину Грек. И на честь Литовица и так далее. То есть, это было действительно интернет-настральное сообщество. Но эта церковь, все же, есть масса ее интерпретаций. Ну, такая самая, я уже сейчас кончусь. Обычно это то, что это копия русской деревянной шатровой церкви. Но у нас нет никаких доказательств, что шатровые деревянные церкви существовали до церкви Вознесения в Коломенск. Ну, вот никакие. Ни одного рисунка, ни одного археологического свидетельства, ни одного сохранившегося памяти. может быть, но доказательств нет. Было выдвинуто огромное количество всяких домыслов, откуда эта форма была взята. В основном анекдотически. Даже вот такой серьезный, ну, высший серьезный исследователь, как Жан Ги Йом, предлагал мне изучить такие высокие трубы, очень большие были, в кухонь, французских замков шестнадцатого века. Думаю, что это может быть вот, ну, как сказать, естественно, просто анекдот, но, но вот люди, на самом же деле, как вот мне верятся, это, во-первых, конечно, это произведение Ренессанса. самый крупный специалист по Ренессансу XX века Рудольф Фитковер писал, что если бы архитектор хотел бы построить идеальный храм Ренессансного архитектора, он взял бы план греческого креста, то есть равноконечного, с четырьмя одинаковыми битвями, естественно, центрический, поднял его на платформу, которую вы видите, и увенчал кукол. Здесь все эти признаки присутствуют, но здесь очень много другого. Здесь есть куль... может еще или еще один? Да. Здесь есть арки московские чистые, вот эти вот, келевидные, как в Звенигороде. Здесь есть готические фронтоны, вот эти вот музские, вымперки, как на соборе Парижской Богоматери или Оанне или где угодно. Здесь есть, посмотрите, на то окно наверху. Вот Ховард Бернс утверждал, что такое окно мог сделать только человек, который в начале 16 века видел, какие окна делались во Флоренсе. Посмотрите на эти капители с певятствами. Здесь есть все. Это универсальный образ. Если хотите, образ мира. Здесь есть было все, что можно было придумать. Потом это будет еще в большей степени Василия Блаженко. Но здесь это более чистый и ясной формы. Но здесь было еще одно. Здесь был священный прообраз этого храма. Патриарх Константинопольский Святой Герман оставил подробнейшее описание Кевория. Кевория сений навеса над алтарем Святой Софии Константинопольской, который был уничтожен размером Святой Софии вы, наверное, себе представляете. То есть этот был не намного меньше Кевории, чем Церковь Вознесения в Колумбину. раз в два, но в самом и буквально вот все детали, эти арки, можно вернуть еще дальше, вот те вот бусы оживили на шатле, там тоже был шатер восьмиугольник, шатер, драгоценные нии, такие ну полосы с камнями дорогими, вставленными в этот Кеворий. То есть нет такой детали воскресения в Колумбинском, который бы не описал Святой Герман, описывая разрушенный турками Кеворий Святой Софии Константинопольской. И почему же да, там и да, почему же вдруг, во-первых, почему Церковь посвящает Вознесению, а во-вторых, пошелось дальше, еще дальше, вот внутренне, пожалуйста, вот смотрите, какой-то абсолютно классический ренессансный облом, пожалуйста, вот, ну почему там стоит этот трон, этот трон тоже вызывал бесконечные толки и легенды. Ну, самая главная версия была, что он, во-первых, где он находится? Он находится на галерее, сзади церкви, за алтарем. И можете представить, что, значит, вот, у кустоводов сельское время говорили, что царь и великий князь садились спиной или, извините, не только спиной, к алтарю и стреляли, да, или занимались соколиной охотой. Во-первых, говорят, что он страшно неудобно заниматься соколиной охотой. Во-вторых, это просто кощунство. На самом деле, конечно, это престол уготованный. То, что мы видим на фресках раннего христианства, то, что мы видим на очень многих иконах престол, который ждет Христа, который вознесся и по этой церкви вознесения и ему уже уготован престол для того, чтобы он вернулся на землю. История как бы заканчивается в глазах этих людей. Два рима пали, древние Константинополь третий стоит, четвертому не быть, писал Инна Кипифани из Лизарьева монастыря Василия Третьего. И вот это удивительное, сделанное руками потрясающего ренессансного мастера из Пизы Пьетра Анибали, который построил в Москве еще 16 церквей до нас не дошедших. Возможно, что вот церковь сейчас открытая внутри другой церкви 17 века в Высокопетровском монастыре, это тоже его произведение. Не видели там, когда центрическая церковь появилась в монастыре, когда очистили ее? Ну, это, в общем, тоже сомнительное действие, но тем не менее, потому что 17 век тоже заслуживает уважения. Но в летописи написано, что он построил кроме церкви в Северкалоевском еще 16 церквей. То есть это крупный московский мастер. И мастер, на мой взгляд, который, произведение которого, в частности, это церковь в Северкалоевске замечательное, стоило бы изучать во всех артурных школах мира. Потому что здесь, как нигде, образ всего мироздания, образ универсальной архитектуры соединения и ренессансных, и византийских, и русских черт, соединенных для того, чтобы выразить главную идею христианства, то есть идею ожидания второго пришествия, христианства, с которой, собственно, начиналась раннехристианская архитектура. Это выражено в этой универсальной форме, но на ренессансной основе. Это, конечно, нечто совершенно поразительное, и, конечно, зарубежному исследователю не всегда как бы понятное такое объяснение, но, тем не менее, постепенно удается их убедить и распространить вот такую интерпретацию, в том числе и в той книжке, из-за которой мы сегодня собрались. Спасибо большое за ваше терпение, благодарю, что все пришли. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ